Здравствуйте! В эфире новости Карелии. Студия Эдуард Тур. Сейчас я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Онижский судостроительно-судоремонтный завод спустил на воду самоходную шаланду «Морская». Куда отправится судно? Мы безумно соскучились. Это на самом деле так. Я прихожу даже на репетиции. Для меня какое-то ощущение праздника. Вернулись к работе. Музыкальный театр Карелии начал подготовку к новому сезону. Вот автомобиль ГАЗА, знаменитая «Полуторка». Нужно сказать, что машина эта легендарная. Почти тысяча экземпляров. Уникальную коллекцию советских автомобилей представил нашей съемочной группе Юрий Горбунов. В республике от COVID-19 скончался еще один человек. 20-й с начала пандемии. Это жительница Пряжи 1955 года рождения. Всего же за сутки в Карелии подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 34 человека. В регионе ожидается всплеск заболеваемости COVID-19 и пневмонии этой осенью. Минздрав уже принимает меры. Об этом руководитель ведомства Михаил Охлопков заявил сегодня на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Для более эффективной и быстрой диагностики в Карелии появятся пять видов инфекционных стационаров. Это диагностические центры для пациентов с подозрением на коронавирус, монопрофильные ковидные центры, стационары для больных с острыми респираторными заболеваниями и пневмониями без коронавируса, центры для больных с COVID-19 и сопутствующими заболеваниями и резервные учреждения для долечивания пациентов. Также Михаил Охлопков подчеркнул, приостанавливать оказание плановой медицинской помощи осенью не планируется. Кроме того, будут продолжены диспансеризация и вакцинация населения. Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжает работу над серией судов для Росморпорта. Сегодня в акватории завода торжественно спустили на воду шаланду под именем «Морская». Это уже четвертое судно в рамках проекта. Предыдущие отправились в Темрюк, Махачкалу и Санкт-Петербург. Порт приписки морской – Новороссийск. Там при производстве дно углубительных работ в водах Черного моря она будет забирать и транспортировать лишний грунт. Работа эта не разовая. Лишний ил, песок и мусор постоянно намываются водой и затрудняют проход больших судов по каналам и их заход в порты. По словам директора завода, шаланды в России не строили уже около 30 лет. А тем более такого типа. Проекты на эту серию судов разрабатывались индивидуально. Любая продукция, которую мы делаем, она для нас всегда уникальна. Но технически сложное судно, в нем много инновационных решений, много решений, которые мы уже сейчас дорабатываем и внедряем по результатам эксплуатации тех трех судов, которые построили раньше. Одна из особенностей судна – объем трюмов 600 кубометров с возможностью врезки дополнительного отсека до 300 кубометров. Есть также проектные особенности, позволяющие значительно упростить эксплуатацию и в дальнейшем ремонтные работы. Для коллектива Онежского судостроительного завода каждый спуск на воду – большой праздник. В этот раз из-за пандемии на церемонии не присутствовали семьи работников, как это бывает обычно. Но одна традиция неизменна. После поздравлений и напутственных слов от почетных гостей, крестная мать судна Наталья Угарова, инженер планово-диспетчерского отдела Онежского судостроительного судоремонтного завода, разбила бутылку шампанского «Онос-судна», чем ознаменовала начало его новой жизни. Про любовь Вики и Валеры больше не узнают. Сотрудники Управления по охране объектов культурного наследия Карелии стерли послание, которое неизвестные вандалы оставили на старинной часовне Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Маньго. О том, что сообщение дошло до адресата, можно не сомневаться. Художество заметили еще около трех недель назад. Убирать их сразу не стали. Специалисты ждали, когда высохнет люминесцентная краска. Теперь от нее не осталось и следа. Полиция проводит проверку. Автора романтического послания найти пока не удалось. Карельских художников ждут в Москве, некоторых жителей Петрозаводска на бесплатных тренировках, а должников по алиментам в отделении судебных приставов. Подробнее об этом и не только расскажем в рубрике «Коротко». Профессору кафедры ботаники и физиологии растений ПетрГУ Ивану Кищенко присвоено звание Академика Российской Академии Естествознания и вручен орден за заслуги. Награда выдается за значительный вклад в развитие мировой науки. С начала года 30 жителей Карелии привлекли к административной ответственности по статьям об экстремизме. Только за июль пятерым гражданам назначили штрафы за распространение запрещенных материалов, демонстрацию нацистской символики и возбуждение ненависти. Судебные приставы Сегежского района отыскали скрывавшегося алиментщика. Он торговал ягодами на трассе Кола. Заработок от сбора и продажи лесных даров пошел на уплату долга, который превысил 200 тысяч рублей. Жители Петрозаводска старше 50 лет приглашают на бесплатные фитнес-тренировки. Занятия будут проходить по понедельникам и четвергам с 16.30 до 17.30. Предварительная запись по телефону 77-03-37. 10 августа в Москве откроется выставка медиафорумы «Медеи». В ней примут участие 10 московских и карельских художниц. Работы, представленные в экспозиции, это размышления на тему материнства, детства и их связи с античностью. Уникальную коллекцию советских автомобилей собрал петрозаводчанин Юрий Горбунов. Почти тысячу экземпляров он хранит дома. Но для встречи с нашей съемочной группой около 130 машинок он принес к себе на работу. В музей военно-патриотической направленности школы номер 26. Историю экспонатов и самого коллекционирования выслушала Анжела Маркевич. Вот автомобиль ГАЗ-А, знаменитая «Полуторка». Нужно сказать, что машина эта легендарная. Естественно, их было очень много, приняло участие в Великой Отечественной войне. Цельнометаллическая кабина. Обратите внимание на крылья. На крылья такие, смотрите, фигурные полукруглые, да? Две фары. И вот я вам сейчас расскажу о дальнейшем развитии этой машины в 1941 году. О своих моделях Юрий Горбунов, кажется, может рассказывать часами. Он знает историю большинства машин в коллекции. Увлечение удачно переплелось в его жизни с рабочей деятельностью. Учитель русского языка и литературы, заместитель директора и один из основателей школьного музея. Юрий Викторович создал сразу две экспозиции – «Семейные реликвии Великой Отечественной войны» и «Служу России». Здесь он проводит уроки и экскурсии, в том числе для детей из других образовательных учреждений. Сегодня музей выглядел иначе. Огромный стол был уставлен военной техникой советского периода, металлическими копиями масштабом 1 к 43. В моей коллекции большую часть занимают машины. Можно было бы назвать эту часть коллекции автомобили в погонах или автомобили на службы. Это военная техника периода Великой Отечественной войны, современная военная техника, это легковые автомобили, грузовые автомобили, танки, их очень много танков, порядка 50, бронетранспортеры, пушки. Начало коллекционированию было положено примерно 35 лет назад. Тогда сокурсницы Юрия Викторовича на 23 февраля подарили молодым людям по модели машины первого отечественного автомобиля серийного производства «Руссабалт». Она простояла на столе у Горбунова несколько лет. Ну а затем, после окончания института, двое мальчиков у меня было. Покупал игрушки, покупал машинки. С кому покупали, мальчикам или себе все же? В первую очередь себе и мальчикам, конечно. За машинами приходится следить. Многим из них больше 30 лет. Те, что были куплены в 90-е годы, низкого качества. Разваливающиеся экспонаты приходится подклеивать, подкрашивать. Кстати, та самая первая модель сохранилась, но она очень хрупкая. Юрий Викторович не рискнул вывозить ее из дома. Истинный коллекционер относится к своему детищу очень трепетно. В самой коллекции есть еще несколько. Они посвящены ведомственному транспорту, правительственному, пожарному, скорой помощи и полиции, строительной технике. Говорит, за годы увлечения через его руки прошли больше 10 тысяч моделей. Вы продолжаете сейчас собирать коллекцию? Да. Я, выждно, никогда и не прекращал. Анжела Маркевич, Владимир Волотовский, Служба новостей. Музыкальный театр Карелии начал подготовку к новому сезону. Его откроют премьерным спектаклем. 17 и 18 сентября зрители увидят оперетту «Мистер Икс» венгерского композитора Имре Кальмана. Репетиции начались еще до пандемии. И тогда новая работа режиссера Юрия Александрова называлась «Принцесса цирка». Но потом название поменяли. Мы узнали также, что артисты и режиссер в вынужденном перерыве видят и много хорошего. Юлия Кучеренко расскажет подробнее. Репетиции «Принцессы цирка» были остановлены весной, в середине сезона, на взлете. Артисты несколько месяцев ждали возвращения на сцену и сейчас со всей страстью вживаются в свои роли. Ведущая солистка театра Анастасия Аверина – одна из исполнительниц главной роли Теодоры Вердье. Всего состава три. Изначально образ был чувственный и нежный. Сейчас режиссер внес новые нотки. Теодора стала где-то и капризной. Интересно, что работа над ролью не прекращалась. Весь этот период, сколько уже полгода мы, то есть мы готовим и музыкальный материал, и тексты. То есть прошу дома, чтобы старшая дочь мне помогала, читала за партнеров. То есть таким образом выучиваем материал. Мы безумно соскучились. Это на самом деле так. То есть я прихожу даже на репетиции, для меня какое-то ощущение праздника. А уж как мы ждем концерты и спектакли, это просто непередаваемо. Да, действительно, мы безумно соскучились. Сегодня мы не услышали известную арию Мистера Икс. Ту самую со словами «Всегда быть в маске – судьба моя». В этом году они приобретают особый смысл. Интересно, что название за время пандемии поменялось. Теперь это Мистер Икс, а не принцесса цирка, как у Кальмана. Венгерский композитор старался называть свои оперетты так, чтобы они были связаны с главной героиней. Считал, что только в этом случае постановка принесет успех. Юрий Александров не суеверен, а в вынужденном перерыве видит и много хорошего. Появилось время, материал отстоялся. Это ведь очень сложно оперетт. Нет сложнее искусства, потому что здесь надо петь, говорить, танцевать. И, конечно, молодым артистам, а здесь в основном молодежь, и в этом смысле, конечно, театр очень богатый на труппу, хорошие труппы. Поэтому я сюда с удовольствием приезжаю. Впервые оперетту «Принцесса цирка» зритель увидел 94 года назад. Мог ли тогда ее создатель, композитор Имри Кальман предположить, что в 2020 году сюжет получит новое сценическое воплощение? В маске будет не только главный герой оперетты, но и зрители. Премьера в сентябре, но служба театра уже готовит зал к безопасной рассадке. Продают только половину билетов. Зрителю на спектакле рекомендуют быть в маске. Если мистер Икс надевает ее, чтобы скрыть свое происхождение и прошлое, то нам с вами маски нужны, чтобы быть в безопасности. И, скорее всего, это все-таки временная мера. Юлия Кучеренко, Борис Касьянов, Служба новостей. Сегодня первый городской приют для бездомных животных провел субботник. Привести территорию в порядок ему помогала молодежка Общероссийского народного фронта. Подробности расскажет Владислав Прохоровский. Жители приюта окружены заботой и вниманием. Каждый из них в благодарность готов помочь в самой сложной работе. Если бы не лапки. Список дел в приюте не особо большой, но требует сил и определенных навыков. Вячеслав и другие волонтеры молодежки ОНФ регулярно приезжают помочь. Я сюда приезжаю абсолютно на все акции, которые мы проводим. То есть за месяц это уже мой третий выезд сюда. Также я сюда ездил еще пока не состоял в организации. Примерно раз в полторы, в две недели. Сегодня в планах провести субботник здесь. У Вячеслава есть свои любимцы. Но со встречи с ними придется повременить. Сначала надо перетаскать доски, наколоть дрова. Возможно, придется помочь с земляными работами. Рядом ставят новый забор. Благоустройство приюта ведется постоянно. Но не обязательно обладать профессиональными навыками и выносливостью. Здесь рады каждому. Любой желающий может обратиться в нашу группу ВКонтакте, посмотреть там информацию о планируемых мероприятиях в субботниках и записаться там так, чтобы его участие было в рамках существующих карантинных ограничений. После тяжелой работы волонтеры перешли к более приятным делам – общению и прогулке с четвероногими друзьями. Баста и Леся стеснялись при знакомстве, но все-таки показали нам лесные тропы – любимое место для прогулок перед обедом. Сегодня им стоит набраться сил, ведь завтра к ним опять придут в гости бескорыстные помощники. Узнать, как справились волонтеры, мы решили у самих постояльцев приюта. Владислав Прохоровский, Варвара Ермоленко, Служба новостей. 8 августа пройдет ежегодная Всероссийская суббота доноров. Компания проводится именно летом, так как их количество в этот сезон значительно сокращается. Люди, которые сдают кровь, регулярно уезжают в отпуска. Ситуация стандартная для каждого года. Республиканская станция переливания крови призывает доноров откликнуться. Еще раз призываем все-таки обратить внимание на то, что кровь нужна ежедневно. Какие бы у нас запасы ни были, они все равно убывают ежедневно и пополнять надо. На сегодняшний день сказать, что катастрофа нет, но это минимальный тот запас, который если будет снижение, это уже будет вызывать тревогу. Сегодня это просто беспокойство такое, только для того, чтобы пополнить запасы. Доноров ждут не только в субботу, 8 августа, но и по будням. Желательно заранее позвонить в регистратуру и записаться. Это поможет решить некоторые вопросы с противопоказаниями к донации. Это все новости на сегодня. С вами был Эдуард Тур. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok